Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о музеях, о музейном деле, и о тех, кто работает в музее, и, конечно же, о тех, кто в музей приходит. Естественно, речь пойдет о городском округе Люберцы. И тем более, что 18 мая отмечается Международный день музеев. И, кстати, в связи с этим в ночь с 15 на 16 мая, ну, скажем так, в ночь музеев, состоится традиционная для всей нашей страны и не только для нашей страны. Обо всем об этом мы поговорим с двумя очаровательными гостями, которые сегодня пришли к нам в студию. Это директор музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы Татьяна Крюкова и заведующий сектором службы развития комплекса Виктория Фетисова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, с профессиональным праздником. Спасибо. Можно сказать, что это в какой-то степени профессиональный праздник? Или это все-таки исключительно день музея, самого здания, всего, что там находится, некоего фонда? Как вот вы это... Наверное, же есть день музейного работника? Нет, день музеев у нас отмечается в мае. Все, значит... У нас есть день работников культуры. Нет, это параллельный. Второй параллельный не параллельный, а второй дополнительный параллельный. Есть день экскурсовода. День экскурсовода есть. А вот день музея – это май. Ну, давайте начнем сразу же с дня музея, потому что наверняка подготовка шла, что-то планировалось. У нас теперь есть год для сравнения пандемийный, когда все было по-другому. Вот каким будет день музеев в этом году? В день музеев мы, конечно, ждем всех наших жителей городского округа и гостей городского округа Люберцы у нас непосредственно в учреждении. Да, онлайн-проекты у нас так и остаются, имеет место быть. Например, в ночь музеев, предшественников, дня музея, будет у нас организован телемоз с другим музеем, с Наруфаминским музеем. Так что, кто не сможет прийти, добро пожаловать в наши социальные сети, в Инстаграм, где будет проходить этот телемост. Да, можно я перебью на секундочку? У нас же пандемия нам помогла наладить связи онлайн с другими музеями. Это, на самом деле, очень интересный был проект. Мы очень-очень много музеев вот так вот онлайн посетили. Можно посмотреть также в наших соцсетях, все вот эти рубрики, они записаны. Так что, если пролистать, действительно очень интересные программы. Мы решили это не останавливать. Ну, то есть это тот случай, когда не было бы счастья, да не счастье помогло. Да, абсолютно. И, собственно говоря, об этом все музеи мира говорят. Я прекрасно помню, что раскрывались архивы. И потом, что еще хорошо для онлайн-истории, это же возможность показать, записать что-то, то, что не всегда, может быть, выставляется, да, приоткрыть завесу тайны неких запасников музейных. И если это делают самые крупные музеи мира, то, естественно, к ним присоединяются и музеи, которые, наверное, многим люберчанам-то ближе к своему сердцу. Кстати, вы же сейчас открыты, уже все работает, люди приходят? Да. Люди приходят, да. Как потянулись люди после пандемии? Появилось у них желание насладиться прекрасным? Конечно. Да? Пандемия показала, как не хватает нам друг друга живого общения. И особенно классы. Школа пошла, очень сильно пошла. Прямо класс за классом у нас были экскурсии, были мастер-классы. Флэш-мобы у нас тоже были, да. И сейчас у нас проходит в нашем учреждении флэш-мобы. И к 9 мая проходит у нас флэш-моб. Мы рисуем всем вместе картину к 9 мая. Этот флэш-моб начался сегодня. Да. Вот, мы его уже, в общем-то, начали проводить. Все посетители музея. А также у нас же ещё в музее, в картинной галерее, прививочный пункт открыт, пункт вакцинации. То есть у нас среди прекрасного проходит, в общем-то, такое прекрасное дело для всех. Для нас, да. Здоровье наше превыше всего. И каждый приходящий в картинную галерею, в музейно-выставочный комплекс берёт в руки карандаши и разукрашивает картину. А, там типа пазликов, да, наверное? Она не пазлик, её нарисовал, написал художник профессиональный, но написал буквально контуры этой картины. И каждый желающий теперь это может сам разукрасить и внести свою, как бы, частичку души. А что за картина? Она посвящена 9 мая. Это небольшой холст, где будет поздравление к 9 мая. 9 мая, георгиевская лента, цветы. Атрибутика вся там присутствует. А вечный огонь. Так, хорошо, вот эти люди сделают, разукрасят картину, и где вы её потом выставите? На первом этаже музейно-выставочного комплекса, где основной вход к нам в картинную галерею, она будет выставляться уже 9 мая, она должна будет у нас быть полностью доделана. Ну вот, видите, новый такой экспонат, который в редкие случаи в музее появится экспонат, которым уже фактически даже нынешние жители уже будут участниками экспоната, который будет выставлен в музее. Каждый автограф ставит. Вот кто частичку внёс, кто разукрасил, ставит свой автограф. Почти как Серов, Шишкин, что-то такое. И можно потом говорить, пойдём в музей, посмотрим на почти мою картину, можно так сказать. А кто художник, кто набросал этот контур? Сироткин Александр Иванович, он работает у нас. Да, был у нас в гостях, да, был у нас в гостях. То есть под его руководством, знаете, как раньше была школа, да, то есть школа Леонардо да Винчи, например, да, вот так вот это замечательно получается. Мне кажется, очень хорошая идея. И вообще, вот сейчас бы я адресовал вопрос Татьяне. Скажите, вот для многих музей – это что-то такое старое, какой-то нафталин. Знаете, как обычно люди, живущие в своём городе, даже и не думают, что в музей-то идти, там поехать куда-нибудь, ну, в столичные города, ну, или в другой город, да, там сходить, посмотреть. А свои иногда не ходят. Вот что сегодня делается в музее для того, чтобы он не воспринимался как что-то такое ретро, а воспринимался как живой организм, который вот сегодня живёт своей жизнью? Да, мы подходим, с разным подходом подходим к нашим посетителям. Мы им предлагаем и что-то ретро, да, это обязательно, это без… Никуда от этого не уйти. Человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, да? Ну, история, конечно, да. Обязательно. И школы, и классы обязательно идут на эту часть. Но мы выросли уже в цифровой цивилизации, и не применять какие-то цифровые приёмы невозможно, иначе не прочитает нынешний посетитель то, что должен прочесть. Честь картинку не сможет. Поэтому мы и привлекаем и компьютеры, и такие большие планшеты, я бы так сказала, у нас есть в учреждении, которые можно полистать, посмотреть. Вот. Плюс сама форма подачи меняется. Мы не только смотрим, созерцаем, мы их привлекаем и на мастер-классы. Они сами что-то делают, изготавливают. Они во флешмобах, мы их призываем тоже участвовать. И в день, в ночь музеев могут каждый пожелающий, который к нам прийти, на себе испытать это многое. Ну вот мы поговорим об этом во второй части, уже более подробно о программе «Ночь музеев», что туда вкладывать и так далее. А сейчас ещё такой один вопрос, который, ну, скажем, я довольно часто бываю в музеях, и у меня вот здесь, может быть, вы развеете мои сомнения. В последнее время очень часто применяются так называемые мультимедийные технологии, и открываются новые музеи, или музеи часто выставляют экспозицию, в которой действительно очень много экранов, где можно всё полистать. Но есть чёткое ощущение, нету вот этих всех артефактов. Я сейчас не конкретно про ваш музей говорю. Вот как вы относитесь к этой мультимедийности? Потому что, на мой взгляд, это идёт какая-то подмена. Всё-таки музей – это когда я должен увидеть эту реальную историю. Ладно, когда, например, мы приезжаем, ну, не знаю, в музей какого-то писателя, и от его вещей там практически ничего нет. То есть нам выставляют мебель, стулья, столы, которые соответствуют приблизительно тому периоду, но к нему они не имеют никакого отношения. Уже немножко идёт отторжение, потому что мы приехали посмотреть, как писать, на чём он сидел. Я до сих пор помню маленький стульчик Толстого в Ясное поле. Как он там умудрялся сидеть? Вот он любил сидеть. Огромный человек, да. Да, на махоньком таком стульчике, даже не на табуретке. Вот как вы относитесь, наверное, вот Викторию мы попросим ответить, к мультимедийности этой? В мультимедийности мы не видим ничего такого плохого в данном случае, но она, конечно, очень должна быть дозирована. И для определённого контингента. Мы приходим к тому, что мы хотим видеть разный возраст у нас в галерее, разный возраст в музейно-выставочном комплексе. Поэтому для кого-то сейчас прийти на мультимедийность, но увидеть старину, понимаете? И понять, что для него лучше. Я не скажу, что у нас прям всё такое мультимедийное. Нет. Но мы интерактивными сейчас становимся. То есть у нас экскурсии становятся интерактивными, уже стали интересными довольно-таки. А эта мультимедийность, она молодое поколение зазовёт, но направит всё равно на прошлое. Потом пойдёт, посмотрит на вот эти вот раритеты. Совершенно верно. Когда мы ставим вот эти вот большие экраны, у нас работают при входе в музей, Круст он называется. Вот у нас на примере молодёжь. Вот пришёл целый класс, восьмой класс гимназии нашей Люберецкой. И вот наши экспонаты, значит, листаются на этом Крусте, они смотрят. А молодой человек так телефон мне подносит и говорит, «А я ведь эту пушку видел вживую». У нас там пушка стоит наполеоновского кутузовского времени 12-го года. А она где? Я хочу её посмотреть. Вот я бы тоже так бы сразу... Да, картинки картинками, а вы предъявите. Значит, всё-таки работает. Тут же весь класс, ой, где пушка, где пушка, пошли смотреть пушку. То есть, если говорить глобально, это вот такое сочетание, да, привлечение через... А поставили просто так бы пушку, да? Может быть, вы не отреагировали, подумали, ну, стоит себе, мало ли пушек, да, может быть, и настоящая. Конечно. Наши экскурсоводы, они, конечно, заострят на ней внимание. Они настолько интересно это всё рассказывают, что, конечно, заинтересовались бы дети. Но так они заинтересуются... Хорошо. Об экскурсоводах мы ещё поговорим. Это тоже отдельная история. Ещё один такой вопрос. Тоже не могу его не адресовать. Есть сегодня хоть легенда, так как всё-таки Международный день музеев, так что отвечайте за все музеи мира. Это хоть легенда, что на самом деле во всех самых известных музеях мира практически нет реальных артефактов, особенно дорогостоящих, которые просто заменены хорошими копиями. Ну, речь, прежде всего, идёт о картинах, что якобы для того, чтобы с ними ничего не случилось. А мол, настоящее хранится, конечно же, у каких-то таких людей. Я не придумываю, есть такая версия. Вот как вы к этому относитесь? И второй вопрос. Почему, например, в музеях очень часто в спецхране, или как это называется, в каких-то таких отстойничках хранится огромное количество артефактов, солидных, в общем-то, авторов, и не выставляются они? Кто принимает решение, что у нас вот эта картина Шишкина висит, а вот эта картина Шишкина не висит? Ну, сказать так за все музеи, я, конечно, не берусь. На основе нашего учреждения могу сказать, да, у нас есть подлинники, и мы их выставляем. Но мы подходим с особым трепетом и с особим условием для публикации этих подлинников. У нас в данный момент есть вип-зал, зал одной картины. В этом зале действительно висит одна картина, но она подлинная, с специальными условиями с охранностями, потому что картины тоже вывешивать, они же не могут долго быть свету, они теряют краски. Ну да, условия определённые. Температурно-влажностный режим тоже должен быть соответствовать. Поэтому в хранилищах, да, и пожаробезопасность тоже, да, хранилища всех музеев, они оснащены специализированными вот этими автоматическими пожаротушениями, которые неприменимы в залах, потому что при пожаре идёт тушение газом, а люди не могут находиться в этом помещении четыре минуты на покидание. Поэтому хранилище имеет все специализированные условия, которые в залах немножко отличаются. Ну, всё-таки подлинники, вот эта теория заговора, как вы считаете, могут быть подмены реальных картин? Дело в том, что если есть подмена реальных картин, то об этом обязательно пишут. То есть должны писать. Если вводят... То есть специалисты увидят? Абсолютно. Если вводят человека в заблуждение и не написали, что это, предположим, реконструкция или реплика, в описании это должно быть. Если в описании нет, а государственные музеи, они очень чётко придерживаются всех нормативов, если в описании нет, то будьте уверены, что это подлинник. Но если есть, например, реконструкция или созданная на основе, такая приписочка, она может быть маленькая, такая еле заметная. Это тоже придуманная музейная история, мы знаем. Слепок или ещё что-нибудь. Совершенно верно. Читайте и всё увидите. Хорошо. У нас сейчас должен быть перерыв, но всё-таки, почему так много в запасниках хранится? Почему не выставляют? Почему одну картину Шишкина выставляют, вторую нет? Ну хорошо. Вот вы пришли, посмотрели Шишкина. Посмотрели. А вот она висит целый год, целых два года. Второй раз вы не пришли, потому что вы уже её видели. Да, конечно. А когда идёт смена, а эта смена тоже дозированная, то есть мы не имеем права выставлять картину, если она, например, повисела у нас, мы её убрали в запасник фонда хранилища и новую картину вывесили, то она должна обязана храниться в фонда хранилища определённое время. Это у нас такие... Хорошо, я понял, всё строго, всё строго. Сейчас сделаем небольшую паузу, а во второй части поговорим уже конкретно о том, что будет в нашем музее происходить накануне Международного дня музеев. Это Ночь музеев. Ну и, собственно говоря, как планируют встречать 18 мая, потому что, по идее, это же должен быть бесплатный день для посещения музея, или как? Мы всё расскажем. Всё расскажем. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и сегодня у нас в гостях директор музейного выставочного комплекса городского округа Люберца Татьяна Крюкова и заведующая сектором службы развития Виктория Фетисова. У них есть важное событие, о котором мы, собственно говоря, открываем нашу вторую часть, где и поговорим более подробно о Ночи музеев. У вас какое-то событие к этому приурочено? Конечно. Мы готовим подарок для наших жителей городского округа Люберцы и для гостей. Очень долгое время Люберецкий краеведческий музей находился на ремонте. И очень все долго ждут, когда же он откроется. И вот в ночь музеев мы такую возможность предоставляем, такой некий подарок. Не весь краеведческий музей пока, к сожалению. Ну уже что-то. Но один этаж мы открываем семейные реликвии за 300 лет. Уникальные экспонаты, уникальные, единственные в мире. Не реплики, не копии, настоящие шедевры. Вот это очень важно. Ну а какие еще события нас ждут в эту ночь музеев? Тема у нас Ночи музеев не только музей. То есть мы свое пространство музейно-выставочного комплекса превращаем в такую некую арт-площадку, в которой можно будет поучаствовать в мастер-классах. Люди могут прийти поучаствовать в мастер-классе по гончарному искусству. Мастер-класс по пластике будет, по танцам. Квесты у нас планируются тоже с театральными таким мастер-классом провести. Хотим тоже в нашем учреждении. Помимо мастер-классов мы планируем телемост с другим музеем, о котором я ранее говорила. А вы как будете показывать друг другу какие-то... Это будет онлайн, трансляция. Мы выходим одновременно. Прямой эфир выходит на Рафаминский, например, музей в этот раз у нас. И наш Люберецкий музей. И мы рассказываем, показываем либо об одной какой-то картине или об экспонате. Либо показываем свои помещения. Показываем, вот, пожалуйста, приходите. Поэтому одномоментно... Может быть, один два музея. Да, два музея. А потом, например, если заинтересоваться, можно поехать на Рафаминск или к нам сюда кто-то тоже приедет. А если кто не может поехать на Рафаминск, то они, соответственно, смотрят в наших соцсетях. Это будет в соцсети, Инстаграм, музейно-выставочного комплекса. Хорошо. Помимо этого, мы приглашаем всех жителей в вечернее время бесплатно посетить наше учреждение. Вот это ключевое. Услышьте, пожалуйста. Поскольку ночь музеев, то с 4 часов вечера... 15 мая. 15 мая вход в учреждение бесплатен для всех желающих. Но, я так понимаю, в масках всё как положено. Да, при соблюдении температуры мы замеряем. У нас можно обработать руки, у нас работают рециркуляторы. В маске, пожалуйста, проходите. А будет какая-то, может быть, специальные какие-то новые, какие-то экспонаты выставлены? Вот опять же, может быть, из запасников что-нибудь редкое? Можно я, да, скажу? Значит, мы начинаем с того, что ночь в музеях у нас начинается со дня музеев, и мы начинаем с того, что проводим квест для всех желающих. В этом квесте, это беспроигрышный, такое интересное действие будет, где каждый участвующий получит, между прочим, билет на посещение картины галереи, пригласительный, бесплатно, может в любое время, в течение года, потом пройти по любому интересующему залу. Но билет надо заработать. Конечно, поучаствовать в нашем интерактиве. А что за квест? Как он будет выглядеть? Или это тайна? Если мы сейчас всё расскажем, мы начнём с первого этажа. Ну, какие-то вопросы же будут, да? Это будут вопросы. Это будет действие, которые должны будут выполнить люди с прицелом на театральное искусство. Мы будем подниматься потихонечку по этажам. Ну и дальше финалить весь этот квест, да, в финале этого действа. Конечно же, каждый из нас посетит шедевр наш, который, во-первых, мы его угадаем. Автора. То есть заранее уже можно подготовить. Автора. Название картины. Так. Это будет непросто, но интересно. И, соответственно, после того, как мы это угадываем, подсказки у нас будут определённые, мы посещаем этот зал и приобретаем пригласительные билеты на посещение в течение года. Ну, шикарно. Хорошо. А вот, когда вы готовите эти мероприятия, вы как-то подсматриваете за другими музеями, что они делают в такие, в такие международные же День музеевы, наверное, каждый музей пытается как-то привлечь к себе внимание. И насколько я вот так понимаю, что вот эта тема бесплатных посещений, когда в этот день открыты двери, ну, если убрать сейчас пандемию, да, из нашего репертуара, то каждый музей имеет возможность как бы о себе рассказать. Вот вы делаете сейчас, как бы будет мост и так далее. Что вы ждёте от вот этого вот, от ночи музеев, от этого праздника? Что вы хотите, чтобы люди вынесли с собой, в хорошем смысле слова, из музея? Ну, историческую часть, конечно, вынесли, чтобы они немножко культурно себя подняли и, наверное, заразить людей, чтобы им хотелось приходить ещё и ещё, смотреть и участвовать и понимать, что музей – это не то, что пыльное искусство, как вы сказали, да, оно может быть разным и интересным. И рассказать другому, и тот ещё кого-то приведёт, чтобы мы как-то подняли, развили, воспитали нашу публику городского округа Люберцы, ну и гостей тоже привлекли. Ну, я так понимаю, что если говорить о музее, то всё-таки это появление каких-то новых, новых с точки зрения, что в музее никогда не показывалось, идут ли у вас какие-то переговоры с какими-то жителями, у которых есть какие-то интересные артефакты, с какими-то, может быть, другими музеями, в которых, может быть, нашлись какие-то артефакты, связанные с городским округом Люберцы, или просто вы хотите… То есть как приобретаются новые лоты, скажем так, музейные? Почему? Потому что, когда музей сообщает о том, что вот у нас появилась новая картина, у нас появились новые экспонаты, это всегда привлекает внимание. Как идёт вот эта работа? Ну, на данный момент, конечно, жители городского округа неравнодушны к истории, которым ценен, допустим, их не какой-то семейный предмет, но в силу каких-то условий они не могут его хранить у себя или ещё что-то, и в память они приносят к нам в музей. И мы принимаем по определённой процедуре этот предмет, он проходит вот эту процедуру, и потом выставляем в какой-то, допустим, коллекции или экспозиции, тематической или какой-то иной. То есть у людей есть возможность не только сохранить какой-то свой персональный артефакт, но и знать, что он ещё будет под вашей защитой, под защитой музея. С другими музеями, мы, конечно, пока, что касается именно нашего, городского округа Люберцы, нет, не делали, но у нас не так давно прошла выставка о космосе, космическая выставка. Ну, понятно, что соответственно. Да, где были выставлены, такая совместная выставка вместе с Щёлковской картиной галереи. Там были выставлены и наши экспонаты городского округа Люберцы, Краеведческого музея, а также экспонаты Щёлковской картиной галереи. Вот у нас такой вот проект состоялся. Симбиоз получился. Да, да. Я так понимаю, что это впереди ещё будет. Вот даль-даль идёт вот Нарафамис, да, прямой мост, и, наверное, вот такое сотрудничество с галереями, скажем, областными, может быть, в Московской области тоже будет происходить. Ну вот за год прошедший у нас было много телемостов, много с московскими, с московскими музеями, областными музеями, даже было с международным одним музеем. Вот выходили мы на связь с художником. Наша российская гражданка проживает на территории европейской страны, и был такой некий телемост. Вот Люберцы... Таким способом в Европу, да? Да, да, окном Европу. Только так сейчас, конечно. Да, да. Хорошо. Ещё немного вопросов на тему, как мы не можем не спросить, какие планы, потому что ночь музеев пройдёт, а впереди лето. Лето – период такой, скажем прямо, даже несмотря на то, что многие лето, скорее всего, будут дома, так сказать, проводить, потому что, ну, есть определённые сложности. Но, тем не менее, что ждёт летом, что ждёт осенью, какие у вас планы? Планов много. Так, громадьё. Громадьё. И все планы, они очень интересные. Ну, во-первых, значит, выставка, которая открылась сейчас, уникальная, кстати говоря, выставка художники Московской области, художники России, художники Подмосковья, они объединились у нас в картинной галерее, и сейчас она полна вот этими чудесными полотнами. Можно прийти, мало того, сравнить художников, если кому это интересно, и увидеть разные стили. Называется «Малые города России» или «Малые города нашей Родины». Вот такая удивительная выставка. Она продолжается, то есть она будет ещё у нас в картинной галерее находиться. Каждый может прийти, посетить. В ночь музеев мы с 4 до 7, как Татьяна уже сказала, мы бесплатно ждём на эту выставку наших гостей. А также всё лето мы работаем и не только для посетителей, для наших жителей города Люберцы, но ещё для лагерей, которые будут у нас, образования. Мы открыты, у нас мастер-классы, у нас выставки. У нас, вы знаете, говорить на будущее, что у нас будет сейчас, у нас есть удивительные проекты, которые мы привозим осенью. Это тайна. Мне кажется, что вот сейчас очень хочется, чтобы вы заинтересовались и зашли к нам в соцсети или зашли к нам внутрь, чтобы поинтересоваться тем, что будет проходить. Но проекты действительно очень серьёзные, грандиозные, интересные. Я ещё хочу добавить в Викторию, у нас летом особой популярностью пользуются пешие экскурсии. Ведь музейно-выставочный комплекс состоит из трёх учреждений. Это Краеведческий музей, Картинная галерея и Музей истории и культуры посёлка Малаховка. Вот именно в Малаховке очень большим спросом пользуются пешие маршруты в летнее время на воздухе. Да, сам Бог велел. Пожалуйста. Люди ходят маршрутами, потом приходят к нам в учреждения, отдыхают и смотрят также экспонаты. Как и обещал. Ещё один вопрос про экскурсоводов, потому что от него зависит очень много. С другой стороны, сейчас есть масса экскурсоводов как бы в интернете. Ну, любой, в принципе, может записать какую-то свою версию, где-то выложить и так далее. А мне кажется, что от экскурсовода зависит очень многое, как он преподнесёт эту историю. Вот как у вас с этим дело обстоит? В нашем учреждении экскурсии проводят 4 человека. О! Да, 2 человека. Это в Малаховском нашем музее. Причём я бы так сказала, что все эти 4 человека, они направлены 2 человека на более детскую аудиторию. То есть ребёнку нужно по-другому рассказывать экскурсию. Поэтому мы смотрим, какая группа приходит и направляем туда определённых экскурсоводов. А есть, которые направлены уже на более знающих людей, которым нужна уже более какая-то дотошная информация. А взрослому. Да, и подача... Научная теория. Да, и подача самого текста тоже, да, самой экскурсии. Иная, да. Поэтому на любой вкус, пожалуйста. И ни один человек, видите, 4. Ну, и я не могу всё-таки... День музеев в вашем лице... Мы, опять же, видим представителей всех музеев мира. Ещё одна тайна. Мне тоже это нравится. Говорят, что есть произведения искусства или музейные артефакты, которые, ну, скажем так, не выставляются не потому, что их кто-то прячет, а потому что они опасными считаются для восприятия. Например, есть знаменитая картина «Плачущий мальчик», к которой выставляется только копия. И об этом все знают, потому что после её просмотра считается, у многих начинаются какие-то странные вещи. То есть искусство так на людей влияет. Вот как вы относитесь? Это действительно так? Есть ли в музеях мира какие-то вещи, которые, да, есть, но они как-то очень плохо влияют на публику? Я считаю, что есть. Есть. Абсолютно. Потому что человечество же, оно по-разному ко всему подходило. То есть настолько влияет... Ну, мы помним, да, кствами, кстати, в данном случае это нормально, если можно так сказать, на картины, да, на падения, на вандализм связанный. Да, абсолютно. Это же у каждого человека своё восприятие. Только виновата ли в этом картина, или виновата ли в этом произведение искусства, или виновата в этом наше восприятие субъективное. Понимаете, вот есть же действительно много шедевров, да? У Айвазовского, говорят, очень много картин вызывают бурю эмоций, да? То есть люди некоторые начинают при виде вот этого шторма, или там девятого вала... Чувствовать тело, да? Да. Чувствовать, как-то бояться, опасаться, да? У некоторых начинается даже какое-то учащённое сердцебиение. Такие факты действительно есть, и я также про них слушала, слышала. Но мы же все разные. Мы все разные, да. Психика разная. Поэтому говорить о какой-то мистике... Но вообще, если я скажу, что в музеях мистики нет... Это плохо. То это будет... Конечно. Конечно, это будет нам с вами неинтересно. Поэтому приходите... Каждый экспонат живёт своей жизнью. Он живой, настоящий. В нём есть жизнь, в нём есть душа художника. Поэтому приходите в музейно-выставочный комплекс городского округа Люберца и найдите свою собственную мистику, а вам в этом помогут директоры комплекса Татьяна Крюкова и заведующая сектором службы развития Виктория Фетисова. А вас ещё раз с праздником всех ваших коллег. Это была программа «Открытый диалог». И не забудьте, что Ночь музеев надо посетить и таким образом поздравить всех музейных работников с их праздником. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивнёнко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова